Битва инноваторов. Бобручанин представит город на республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси». Экземпляр единственный в мире. Есть ли шансы на победу? Не делай добра, мужчина заступился за товарищей, получил нож в шею. Смерть потерпевшего наступила в результате острой кровопотери. В чем причина страшной жестокости? Разговор о главном. В Могилевской области проходит акция «Безопасность в каждый дом». Напоминаем детям о том, что огонь опасен. Как избежать необратимых последствий? А также качественное образование, успешные проекты и стоматологическая новинка. Белорусские ученые разрабатывают вакцину от кариеса. Когда ждать? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. До главного политического события года чуть больше двух недель. 25 февраля пройдет единый день голосования. 9 числа к работе приступят участковые избирательные комиссии. Для представителей, которые впервые войдут в состав, по всей стране проходят обучающие семинары. Специалисты должны быть готовы ко всему. От их подготовки зависит, насколько высоким будет уровень проведения ЕДГ. Особое внимание безопасности. В календаре электоральной кампании сейчас последний этап – агитация. Когда у кандидатов-депутатов есть возможность донести до избирателей свои предвыборные программы. С друзьями пьешь – не трогай нож. Стали известны подробности жестокого убийства. 50-летний житель Чаус в ноябре 23-го распивал спиртное в компании двух братьев. Застолье резко перешло в конфликт. Старший упрекнул младшего в беспорядке, ударил осколком от чашки и отправил спать. Гость заступился за обиженного, однако агрессивно настроенный хозяин не потерпел нравоучений и нанес ему несколько ударов ножом. Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила в результате острой кровопотери. По изъятам с места преступления следам и объектам проведены судебные экспертизы. Исследованы следы обуви, образованные на полу наслоением крови. Установлено их совпадение с отпечатком подошвы ботинка обвиняемого по общим признакам. По результатам судебных генетических экспертиз на одежде 63-летнего фигуранта обнаружен биологический материал, в том числе кровь потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. Гостеприимное синеокое наказание для зайцев и учебные цифры. Белстат подсчитал, сколько человек обучается в школах и вузах страны, кто лидирует в научной гонке. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Финансирование импортозамещающих проектов Беларуси и России может быть увеличено. Первоначально было выделено 105 миллиардов российских рублей. Однако это не потолок. Отечественные предприятия реализуют свыше 20 инициатив по выпуску продукции, в которой заинтересована дружественная страна. Еще 8 готовятся к подписанию. Белстат подсчитал, сколько человек учится в школах и вузах республики. На 1 сентября прошлого года университеты насчитывали почти 233 тысячи студентов. Больше всего в стране тех, кто получает знания в учреждениях общего среднего образования. Более миллиона 90 тысяч. На каждого педагога приходится примерно по 11 детей. Белорусские ученые разрабатывают вакцину от кариеса. Она будет препятствовать прикрепляемости микроорганизмов к твердым тканям зуба. Проект запустили в январе. Кроме этого, исследователи могут похвастаться и другими инновациями. Например, тест-система для диагностики болезни периодонта, которая внедрена в клиники столицы и областные стоматологии. В прошлом году за безбилетный проезд в Беларуси были привлечены чуть более 6,5 тысяч человек. Это почти на 11% меньше, чем в 2022. Штраф за путешествие с зайцем, напомним, от 20 до 40 рублей. При этом нарушителю необходимо оплатить не только сумму взыскания, но и стоимость от станции посадки до той, на которой он собирается выйти. С начала года по безвизу Беларусь посетили больше 20 тысяч резидентов ЕС. Всего такой возможностью воспользовались без малого миллион человек. Режим, к слову, продлен до 31 декабря. Синекая пользуется спросом не только из-за туристических услуг. Высокое качество образования и медуслуги привлекают людей из других стран. Под контролем профилактическая акция «Безопасность в каждый дом» проходит в Могилевской области. Зачастую причины пожаров банальны. Неосторожное обращение с огнем, нарушение эксплуатации печного отопления, детские шалости. Чтобы избежать необратимых последствий, сотрудники МЧС в очередной раз акцентируют внимание на самом важном – безопасности. Первый этап акции направлен на работу с многодетными семьями. Беседа в игровой форме помогает маленьким гражданам легко запомнить все правила. Мы напоминаем детям о том, что огонь опасен, как звонить в экстренные службы. Родителям напоминаем о том, что необходимо сделать все усилия, чтобы в каждом доме было безопасно. Очень здорово, что для наших детей проходят такие акции. И дети принимают в этом участие, знают, как себя вести. Если будет сложная какая-то ситуация, не знают, куда обратиться и как прийти на помощь. Второй этап пройдет в торговых объектах, общежитиях, предприятиях, организациях, местах с массовым пребыванием людей. Участников ожидают практические занятия и мастер-классы по использованию первичных средств пожаротушения, оказанию первой помощи, викторины и конкурсы, работы интерактивных тематических площадок, праздничные концерты и многое другое. Поддержка амбиции. Проект «100 идей для Беларуси» ежегодно объединяет лучших инноваторов и изобретателей страны. В 13 сезоне масштабного состязания среди финалистов «Бобруйчанин». О заявке на победу расскажет Елизавета Липеева. Для Александра Пуримова участие в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси» – возможность помочь. В планах у молодого человека создание целой методики, основанной на светосигналах. Первый шаг – игра света. Специально сконструирована для работы с детьми с особенностями развития. Полезный проект специалист по сенсорной интеграции представит в номинации «Общество и социальная сфера». Изобретение уникально на 100%. Экземпляр – единственный в мире. Благодаря нему можно создавать ритмический ряд и выполнять нейроупражнения для развития мелкой моторики. Светящийся балансир предназначен для тренировки руками и ногами. Плюс можно совмещать. В зависимости от сложности задания целенаправленная вестибулярная нагрузка не только благоприятно сказывается на физическом состоянии, но и стимулирует разные области мозга. Разработка проявляет себя на отлично. Балансир – это основа сенсорной интеграции. Поэтому я и выбрал такой способ. То есть я привлекаю их внимание и, соответственно, дальше уже идет следом интерес, мотивация, концентрация. А дальше уже при моей подготовке они могут дальше работать и с логопедом, с дефектологом, с психологом, уже работать над речью, над мыслительными функциями и прочим. Есть еще специальное приложение для этой игры, чтобы было понять, куда ставить руки или ноги. Интересная вообще эта игра? Полезная она? Да, она полезная для развивания мозга. Центр дополнительного образования детей и молодежи гордится своими учащимися. В учреждении постоянно появляются на свет десятки проектов. Безопасный перекресток, электронная энциклопедия «Родима», обучающий тренажер, юный спасатель. Лишь малая часть громких достижений. Принимаем участие с огромным энтузиазмом в этом конкурсе. Добиваемся высоких результатов. Всегда наши проекты проходят на область. Жюри высоко оценивает качество наших работ. Очень здорово, что в нашей стране существует такой проект. И дарит возможности молодежи сегодня проявить себя, предоставить уникальные проекты, инициативы нашей стране. За 13 лет республиканский проект «100 идей для Беларуси» стал брендом страны, инновационным двигателем прогресса. Почти 3,5 тысячи задумок воплощены в жизнь, и это только начало. Синёк и с радостью готовы поддержать талантливую, амбициозную молодёжь. В ней – будущее государство. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Смех продлевает жизнь. Учащиеся 21-й школы заняли третье место в Межгалактической лиге КВН. Подготовка к важному выступлению длилась не один месяц. Соперниками ребят стали команды колледжей и университетов из Могилёва и Витебска. Несмотря на серьёзную конкуренцию, бобручане на все 100 продемонстрировали оригинальность, задор и чувство юмора. Для нас, как в «Детей законе», это был наш первый и последний сезон. Но нам очень приятно, что мы смогли занять призовое место. Я, как капитан команды, считаю, что мы очень достойно выступили. Но всегда есть к чему стремиться. Мне кажется, для каждого из нас эта игра стала чем-то большим. Поэтому для себя я точно решила, что буду продолжать развиваться в этом. И КВН – это непередаваемая атмосфера. Это маленький мир, в который ты врубляешься сразу. Как только попадаешь туда, это постоянные репетиции, шутки, юмор, дух команды, волнение перед сценой и, самое главное, поддержка зала. «Дети в законе» – прекрасный пример того, как юность и любовь к своему делу открывают любые двери. Для нынешних участников этот сезон последний. А это значит, совсем скоро в городе засияют новые звёзды. Сразу после «Настирена» моя коллега Кристина Ариянь с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!